Добрый день. Я председатель Союза радиолюбителей России по Саратовской области, Панушкин Александр Петрович. В настоящее время мы находимся в радиотехнической школе, которая принадлежит добровольной общественной организации, содействию армии, авиации и флота. В свое время мы находились на территории ДОСАВ, это Евгений 3942. Два года назад нас оттуда выселили, не просто выселили, а взяли наше все оборудование ранней весной и снесли в гараж. Мы пришли, должны принимать были экзамены. В четверг Олег Александрович пришел подготовить компьютер для приема экзамена. Раз, а оборудования нет. Долго искали, пришлось мне обратиться в следственный комитет, в прокуратуру, в военную прокуратуру. И было написано письмо председателя Центрального совета ДОСАВ Калмакова Александру Петровичу. Значит, после длительных вот этих переговоров, тяжбы всей, значит, нам было предоставлено новое помещение. Товарищ Щукин предоставил нам автотранспортное средство. У нас много документации пропало, поскольку она испортилась, все в облажном помещении находилось на улице. Ну и вот сегодня обострение у товарища Щукина весеннее, очередное. Нас выгоняет отсюда. Не только нас, но и вся территория радиошколы пустует. Все здание пустует. Несмотря на то, что когда мы сюда переехали, здесь был начальник радиотехнической школы, полковник Игорь Владимирович Кичатов, с которым мы организовали здесь классы, проводили занятия, выпускались для Министерства обороны, подготавливали радиотелеграфистов, радиотелефонистов. Значит, если меня не изменяет память, где-то порядка 45 или 60 человек радиотелеграфистов были подготовлены и аттестованы с представительством областного военкома. Значит, он принимал участие в приемной комиссии. Ребята сдали и пошли служить в советскую армию, вернее, в российскую армию. После этого к нам обращались, значит, девушки, которые хотели служить, проходить воинскую службу в рядах вооруженных сил. Значит, с Мурманска были люди, значит, с Москвы, с ФСБ, с Дальнего Востока, с нашего аэропорта, аэродрома стратегического назначения, который находится в городе Энгельсе. Начальник, директор технической школы Кичатов, значит, организовал здесь работу с молодежью, пригласил кадетскую школу, подготавливал кадетов для получения водительских прав, то есть где-то за полтора-два года практически тут все стало восстанавливаться. Но вот в данный момент, я говорю, опять обострение у господина Щукина. Вот нас всех выселяет отсюда, арендаторов практически уже выселили, вот остались тут два человека. Потом, значит, в четверг, вот в предыдущий, значит, позвонил мне, я, вернее, позвонил товарищу, в это самое, в ДОСАВ, как же его, водитель Щукина, которым представляется здесь комендантом, в несундукной форме, значит, сказал, что он нас выселит, все выкинет, замки срежет, поставит новые замки, вот, и сейчас мы вот в таком подвешенном состоянии. Несмотря на то, что неоднократно с Щукиным мы договаривались встретиться, последний раз это было где-то недели-полторы назад, договорились встретиться пять часов, я подошел к пяти часам в очередной раз к автошколе, смотрю, он выходит из подъезда, я метров пятидесяти был, думаю, ну, сейчас он куда-то тут, к машине какой-то пошел, захожу в автошколу, подхожу к секретарю, я говорю, а где господин Щукин? Говорит, а он уехал. Я говорю, как уехал, я только сейчас его видел. Я говорю, а он будет? Нет, не будет. Ну, вот, практически мы с ним не можем связаться. По телефону, сколько раз, и он мне звонил, давай встретимся, давай встретимся. Вот, наверное, месяца полтора-два не могу, не можем встретиться. Я работаю в данном моменте, научно-исследовательский институт дальней радиосвязи. Это институт находится в Москве, от Министерства обороны. Значит, здесь филиал, я работаю в этом филиале. Всю жизнь я посвятил радиотехнике и радиолюбительству. Значит, о нашей деятельности. Значит, есть газета, вот такая газета, в которой регион 64, в котором, значит, прописана, есть такая статья. Ради погон радистка научилась чечетки и прошла школу выживания. Здесь расписано, она дает интервью, как она обучалась. В частности, я ее обучал. Девушка с отличием закончила. Она принимает 18 групп, но 18 групп – это 19 знаков. Это лучше, чем третий класс военного связиста. Это подтверждение нашей деятельности. Также я хочу сказать, наша организация принимает участие в работе ДОСАВ. Значит, меня наградили медалью «90 лет ДОСАВ». Мы в этих соревнованиях заняли, были мероприятия, и в соревнованиях заняли третье место по России. Вот, значит, это от ДОСАВ. Ну и вот награждение от Союза радиолюбителей России. Также я являюсь почетным радистом, почетным радистом России. Так что, вот, в принципе, такая информация. Дело в том, что обидно, что ДОСАВ не понимает той ответственности, которая возложена на него практически сейчас. Никакой деятельности по патриотическому воспитанию, я считаю, ДОСАВ не проводят. Он может отписываться там любыми бумажками. Вот мы отдали план работы на 2020 год. Вот план работы. До сих пор от ДОСАВ ничего не поступило. Согласны они с этим планом? Не согласны. Что они притворять хотят в жизнь? Как они будут работать с молодежью? Может быть, с детьми, а не там с детским садиком что-то проводят? Ну, это мое мнение личное. Так что, вот такая информация для вас, уважаемые люди. Ну, все, в принципе. Председатель регионального отделения ДОСАВ Саратовской области Щукин Сергей Викторович. Значит, в настоящее время помещение Саратовской технической школы находится без отопления. Значит, дело в том, что когда соседние мы... Отопление этого объекта происходило через спецэтэха, центральное отопление. В настоящее время спецэтэха перекупила какая-то другая организация, нам неизвестная. И они полностью отрезали нас от снабжения теплом. Вот, проводят себе газовое отопление. Мы не успели то же самое сделать и проекты, не успели запустить тепло. В настоящее время проработана документация на перевод этого объекта на газовое отопление. Вот, все это есть. Здесь были вопросы по оформлению земельного участка. Вопрос решен. В настоящее время сейчас мы будем форсировать подачу тепла в это здание. И тогда начнет функционировать. Поэтому определенное время, в зимний период, время было без тепла. Поэтому мы здесь остановили весь учебный процесс и перевели все, весь этот процесс на Большую Садовую в обнике из школы номер один. Значит, что касается радиоклуба. Радиоклуб был здесь размещен. Но так как он находится в неотапливаемом помещении, здесь и деятельности никакой нет. Мы ему предложили прекрасное отремонтированное отапливаемое помещение по Большой Садовой. Вот, товарищ Анушкин неоднократно я его приглашал, говорю, посмотри, даже показывал это помещение. Вот, приглашал, говорю, давай переходи там уютно, там все удобно, там все условия для функционирования радиоклуба есть. Конечно, тем более мы заинтересованы в этом деле. Вот, последние два года у нас не ведется подготовка специалистов по военно-учетным специальностям, по связистам. Как только мы сейчас возобновим отопление, все это возобновим, тогда уже подготовка будет продолжена. С военкоматом вопрос согласован со следующего учебного года. Поэтому в ближайшее время, в течение двух месяцев, отопление мы подадим, все будет, деятельность этого помещения будет восстановлена. По аэроклубу я предложил условия комфортные, нормальные, теплые радиоклубы. Ну, по крайней мере, по каким-то причинам они пока отказываются. Сейчас переговорим, возможно, это мы сделаем. Продолжение следует...